Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые радиослушатели. Интернет-портал радиоцентр Сенгейс начинает свою программу. Сегодня вторник, 9 февраля. Вчера был китайский Новый год, с чем вас всех и поздравляем. Ну и вчера было такое событие неординарное, это было новолуние, причем считается, что это новолуние именно 8 февраля. В этом году самое большое такое значительное событие. В этот день обычно заказывают желания, которые обязательно должны исполниться. Вот вчера я загадал желания и сегодня у нас в студии гость. Прежде чем я ее представлю, я бы хотел назвать наши все-таки телефоны, это 847-226-9956, потом гость озвучит свой телефон и поверьте, это будет необычная программа сегодня. Ну также можно к нам обратиться через нашу веб-сайт, это sungatesradio.com и задать ваши вопросы или поставить свои комментарии. Ну и теперь я представляю сегодня гостя нашего, это совершенно замечательная и очень красивая женщина, которую зовут Элла Арвид. Элла, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, спасибо за добродушие ваше, Михаил. Я не знаю, какая звездочка упала с неба, но я проснулась буквально неожиданно и поняла, что время наступило. А время это очень честное такое понятие. Бог и время это очень теплые понятия для меня, как для центральной души, как Бог называет меня, которая пришла на эту землю рассказать о чем-то очень искреннем, красивом, натуральном и живом о душе, здоровье, времени, понятиях таких, как цельное здоровье. Очень интересная передача, может быть, мы на эту поговорим. Обязательно. Ну, дело в том, что, во-первых, все те наши радиослушатели, которые слушают нашу программу, они понимают, мы об этом неоднократно говорили, что человек это комплексное, так сказать, создание, божественное создание, во-первых, и грубо, очень относительно, он состоит из нескольких, будем так говорить, частей. Это то, что называется body, mind and spirit. С body у нас понятно все. Как раз нет. Это наш, ну, для многих понятно, мы живем, мы едим. Поэтому они так скучают по таблеткам. Да, мы что-то хотим. Совершенно не здоровы. Да, ну, это вопрос каждый решает, так сказать, по-своему. Но есть еще две составляющие. По-русски это тело, дух, душа, будем так наговорить. Ну, и по этому поводу, вот сейчас Элла нам все-таки расскажет. И мы сейчас будем говорить все-таки о теле, которое все-таки, вот то, что сейчас Элла сделала в свой комментарий, тело, оно должно быть здоровым. Ну, что первично? Тело или душа и как вот они между собой, так сказать, внутри функционируют. Работают или соревнуются, да? Да. Окей. Тема довольно интересная. Давайте сделаем немножко такой, может быть, смешной ракурс. Почему? Я была написана на смешном языке. Во-первых, я одесситка. Во-первых, дух одесский всегда во мне живет. Почему? Смотрите правильно. Я не состязаюсь ни с каким духом. Мне проще. Я могу найти себя в этом плане, может быть, немножко спонтанно. Почему одесситы спонтанны? Все-таки люди были, есть и все-таки в настоящее время, я надеюсь, еще считают себя одесситами. Грубо говоря, у меня медицинское образование. Грубо? Грубо говоря. Абсолютно грубо говоря. Это та грубая часть меня, которая не соглашалась абсолютно ни на что. Не шла, не хотела, не видела, не смотрела, опять плевалась, опять не хотела, опять сомневалась. Сомнения мне помогли. Что же происходило? Я решилась рассказать, может быть, многим сегодня, кто я есть. Я пришла от Бога. Я буду историческим человеком. Я была всегда историческим, духовным значением для Бога, но наделала делов в прошлой жизни. Ну, извините, мы все наделали делов и в прошлой, и в этой жизни. Что теперь делать нам с этими делами? Хорошее дело. Завязывать. Завязывать с плохими и делать хорошее дело, да? Абсолютно. Это то, что называется на Востоке кармой. Окей. Давайте говорить. Окей. Карма. Мне смешно говорить уже о карме. Почему? Потому что карму я не люблю. Может быть, она меня даже исторически не любит тоже. Потому что много кармы уйдет, потому что я пришла на землю. А зачем такие люди приходят на землю? Чтобы поговорить сначала. Я немножко раньше начинаю эти темы. Потому что практически я должна была начинать через 15 лет говорить о очень серьезных делах. Ну, почему не пошутить об этом сегодня? Что ж такое здоровье? Окей. Давайте закончим те откровения, перейдем к другим, на которые, может быть, наши радиослушатели и согласились. Здоровье — это полноценное сознание. Что такое сознание? Это в какой-то части своего тела создание, стремление или употребление своих сил. Как вы употребляете ваши силы и зависит от многих качеств, характеристик и назначений, на которые вы пришли на эту жизнь. Сложно говоря, да? Тихо говоря, я могу вам сказать, душа — это целитель. Если очень-очень тихо, незабавно теперь сосредоточиться. Я дочь Бога. Я закрыла все эти пути уже. Моя душа уже абсолютно свободна. Я могу и побалдеть на эту тему, и погулять на эту тему, и разговариваться с Богом на эту тему. И мне счастливо. Почему? Потому что он отвечает абсолютно на все вопросы. Это стабильно, культурно и независимо от него, от меня, от всего белого света, и как вы хотите, я говорю, с матерью и с отцом. Почему же такое... Не знаю, слово предупреждение говорит, что... Почему Бог мне это все рассказывает? Мне было полезно это знать. Хотела я — нет. Занималась ли я этим, старалась убежать от Бога. Почему? Потому что у меня примерно такое было преданное предпочтение ничему. Для чего это преданное такое, извините за выражение, творение наше? А мы никогда не вовсе не верили. Мы дурачились, мы не жили, поэтому мы уехали от этого подарка судьбы, который нам не нужно было иметь в той стране. Теперь мы приехали в эту жизнь, мы приехали в Америку, мы уже немножко привыкли к Америке. Многие уже заскучали даже. Бог говорит, что пришло время. Бог говорит, что пришло время становиться на ноги. Не обо мне нужно говорить, я уже закрыла это все, я очень здоровая, ничем не питаюсь, кроме любви от Бога. Меня балансирует на постоянной основе, у меня здоровье отменное. Но я живу уже на другом организме. Вот о чем я бы хотела бы заявить. То есть, Элла, я вас, простите, перебью. Давайте мы все-таки поговорим, вы знаете о чем? О здоровье нашем. Мы обозначили, еще в прошлом году обозначили о том, что мы вот-вот-вот должны какой-то начать такой, так называемый, клуб здоровья. Это путь. К возврату здоровья, если говорить честно. Ну и вот теперь уже в планах они уже оформились, потому что планы есть планы, но теперь наконец их надо осуществлять. И вот у нас есть, у вас точнее есть программа. Расскажите сейчас об этой программе. Как мы начинаем путь к нашему здоровью и когда мы его начинаем? Во-первых, я ведома Богом. Ракурс – это возврат к здоровью. Это не предложение, это принцип. Почему это является принципом? Это его завет. Он заведует этим принципом. Что же случилось? Мы не ослышались. Это его вера в нас, что мы поймем сразу правильно и не будем корчить никакие мордочки. И не будем стараться гневаться. И не будем говорить, она истеричка или дурочка или еще что-то. Ей может быть непонятно в этой жизни. У Бога есть намерение помогать нам со здоровьем. Это уже происходит. В каких кругах? Близких, откровенных. Мне поменяли полностью многие коды на здоровье. Я работаю на нано. Я работаю на кодировке любви. Вы многие еще стоите на свете. Я была там. У меня были предраковые клетки. У меня их нет. Я не принимаю никаких и никогда не принимала никаких таблеток. Я, слава Богу, хорошо жила. И Бог меня взял на этот путь, потому что, во-первых, я лечила других людей. Грубо говоря, я всегда старалась это делать. В правильном смысле. Не из-за рубля. Мы имели с ним беседу. Почему я? Я откровенно всегда приходила и спрашивала, что вы хотите? Или какую таблетку вам выписать? Вы имеете в виду, простите, что вы все-таки медик по образованию? Я оставила медицину, это официально. Вы оставили медицину и теперь вы занимаетесь... Мне прекратили этот путь. Это было очень серьезное решение. Мне дали оно количество лет на эту выдержку, так сказать. Я сопротивлялась очень часто. Все-таки хотела Бога переходить на мой путь. Чтобы мне объяснял, почему есть Паркинсон, почему есть Деменшия. Он сопротивлялся тоже, так же, как и его дочь. У него есть упрямство. Он тоже еврейский мой папа. Он так же стоял возле меня и тоже показывал мне на мою немножко глупость в этом плане. Почему? Потому что сложно перейти на такой путь, где ты всю жизнь стояла на чем-то, на чем тебе казалось правильным. Это очень сложный механизм, когда ты переходишь с одного пути на другое. Это очень сложный путь. Он искал искренности во мне. В этом создании я могла создать все необходимые способы. И не влияние на ситуацию, не влияло на ситуацию вообще. Я переехала буквально три года назад, но постоянно продолжала мотаться и говорить, боже мой, зачем мне это нужно. Сама не отвечала на этот вопрос. Но преданно ходила сюда, более комьюнити-бейс программы и радио. И в Аризоне у меня была практика, которая мне разрешала постоянно уезжать, которую я все равно любила. Что я любила, я не знала. Я любила помогать людям, вот что я любила. Но способы и мерки поведения в медицине совсем другие, чем то, что Бог разрешает знать. Автоматически говоря, он мне помог понять глубины своего сознания. И понять, что такое возврат к здоровью. И даже к этой теме подойти нужно было время. Понятно. То есть теперь получается, что после такого гайденс, после такого направления, которое вам дал Господь Бог, вы решили вот эти знания, так сказать, в жизнь применить и начать вот эту вот программу, которая так и называется «Путь к здоровью». В чем она заключается все-таки? Во-первых, это завет. Моя душа пришла в заветном сознании. Что такое завет? Я не могла не найти. Это в отместку тем, которые думают, что карма – это хорошая часть пути. Это как раз уход от кармы. Карма – это безнадежно. Завет тебя бережет. Что же включается в завет? Бог берется за тебя, но он берется за твою душу. А душе нужно приятное отношение к себе, достаток в доме, ответственность. Он учит эту душу, душеньку любить себя и ближнего. Религии это абсолютно нет. Это отношение к нему. Он говорит, не любите меня, любите себя. Что же происходит? Очень сложно, особенно в этом году. Шестнадцатый год – очень серьезный год. Что же этот год требует? Мы начали с того, что вы начали рассказывать, что такое шестнадцатый год. Это кодовый год. Двадцатый будет примерно какой-то как шестнадцатый. Это Бог мне заранее уже говорит, это мать говорит. И Бог говорит, не заверши эти понятия. Во-первых, все расписано уже. Эволюционные коды – это коды здоровья. Я ими владею. Как мы будем говорить дальше? Например, я уже это делаю. Что же это значит? У Бога есть возможность спонтанно вернуть здоровье человеку. Как он захочет влиять на эту ситуацию? Я, например, на данный момент даже спрашивать его не буду, потому что это не начальная точка. Как меня вели? Я могу рассказать, как я подошла к этому моменту? Это очень просто. Во-первых, нужно перестать бежать. Это раз. Если возвратиться к здоровью, нужно хотя бы найти вздох и сказать, ага, нужно открыть глаза. Это два. Три. Это, вероятно, нужно прислушаться. Они говорят, слушайте меня и верьте. Нет, вероятно, нужно прислушаться и рассказать себе, а готов ли я на это? Стоит ли мне начинать вообще этот путь? Если да, что же следует из того пути, который приведет вам Бога, который будет отвечать? Он будет главным врачом у вас. Что же это будет? Что мы сегодня говорили? Вот сегодня интересное было. Я провела когда-то в своей молодости три года в родильном доме. На третий я ушла. Когда одна сумасшедшая решила, когда уже головка была в промежности, запихивать ее назад. Это был последний шаг. Тогда я ушла из родного, родимого дома. Я вернулась потом рожать своего ребенка туда. Но это был другой этап. Мнение вот какое Бога было. Как мы начинаем дышать? Между прочим, с Богом очень красиво горит на все эти темы. Такое уютное чувство, когда ты с Богом, он рассказывает, теперь уже нашедшему себя человеку. Забудьте, что я медик. Да не важно, мы все пришли себя уметь лечить. Все, абсолютно все. У нас есть автоматическая часть нашей души. Я уже вам правду говорю о том, который никто вам не расскажет. Если автомат в душе, который умеет лечить себя, это, между прочим, лучше, чтобы Бог помог. Это вам сразу говорю. Не ищите это, забирайте очень много времени и денег, пока вы это найдете. Я имею это. Я умею, я знаю, я хочу, и я всегда буду на этом этапе стоять. Почему? Пусть я не буду рассказывать об этом сегодня. Но Бог рассказывает, что такое первый вздох, который делает ребенок. Это протоновая сила, которую, не буду рассказать дальше, потому что это очень секретная информация. Протоновый вздох за тебя уже Бог должен дышать. Иногда ты уже не знаешь как. Ну просто остановись на минутку, чтобы он мог подойти к этой близкой себе душе. Не к нему. Близкой себе душе. Хорошо, если к нему. Таких не надо вообще уговаривать. Эти сами найдутся. Но, к счастью, мы еще упрямы. Есть еще мать. Кроме отца еще есть мать. Что же мать делает в нашей жизни? Она поддерживает наше сердце. Есть два биения сердца. Дорогие любимые, послушайте. Есть два биения сердца. На второй удар мать направляет наше сердце. Никогда не думайте, что у нас автоматически что-то работает. Я уважаю вас достаточно, чтобы не говорить вам дрянь. Дрянь не работает. Нам помогают жить. Но, когда наступает смерть, от нас отошли. Как происходит этот процесс умения жить? Это очень красивый процесс. Я бы пригласила вас в наш прекрасный центр, где Михаил и Рита давно работают, стараются. Они любимые Богом дети. У него слово дети всегда есть. Мы не взрослые у него, мы все равно дети. И держит эти двери открытые, благодаря своим теплым сердцам. Меня Бог сюда привел и сказал, переживи все. Не убегай к Америке. Останься с русскими, помоги. Дай им немножечко воли. Пусть они знают, что это возможно, потому что мое сердце все время хочет убежать. Люди злые. Я вам скажу честно. Я жила вне русской эмиграции. Я не отказываюсь. Это мои корни. Я никогда не изменюсь. Но сложные, очень сложные, недоверчивые. Я знаю, почему недоверчивые. Он мне рассказывает, откуда корень этого недоверия. Мы другие. Вот у Майкла спрашивали, Михаил, откуда сперечил ДНР. Я только американцы могу сперечить ДНР. Вряд ли я русским смогу. Есть такое понятие, есть программа, которой мне доверил Бог. Да, я хотел как раз таки вот вам задать такой вопрос. Дело в том, что вы на Фейсбуке вот в последнее время говорите о спириту ДНР или спиритуальном ДНК по-русски. Духовная ДНК, если по-русски. Духовная ДНК, да, совершенно верно. Вот духовная ДНК, ну понятно, что такое ДНК. Это способ Духа поднять себя. А почему Духу? Ага, вот так, да. Способ для чего, спросите меня, для чего? Ну, сейчас вы сами расскажете. Чтобы воссоединиться с Душой. Оттуда исцеление. Я открыла уже суть. То есть нам, получается... Невозможно русским. Не, я сейчас не об этом говорю. То есть теоретически, да, нам надо как бы начинать... По-человечески это нормальный выход из всех кругов. Я нашла этот путь. Я понял. Ну вот люди захотели прийти сюда к нам в центр. Во-первых, спасибо большое, что вы назвали наши имена. Мы пытаемся. Вы же назвали мои. Да, мы пытаемся как-то соответствовать. Так вот, люди пришли в этот центр, и вы планируете здесь принимать людей, делать программы, делать какие-то там лекции, семинары. Да. Мы сейчас немножко коснемся вот этой самой программы. Но они пришли, и что вы можете предложить, скажите? Бог будет предлагать. Ну, понятно, Бог, но тем не менее... Что же он в состоянии сделать? Так. Как я нашла, так и он найдет. Отношения с теми людьми. Я не напрямую буду говорить с человеком, почему люди-звери немножечко в этом городе. Я никогда не отдам свою душу, но я отдам свое сердце. Как же это будет? Мое сердце это кондует. У меня есть официальные данные, мое сердце измеряли, через это сердце говорит Бог. Душу я не дам. Для тех, которые будут назначены на путь spiritual DNA, это будут другие разговоры. На этом пути, где стоят немножечко озверенные люди, недоверчивые, некрасивые, неумные, я никогда не дам свою душу. Сердце, пожалуйста. Я проработала медиком очень много лет. Сердце мое всегда откровенно, открыто, и поэтому Бог ко мне и пришел. У меня будет сердечный разговор с этими людьми. Как же найти здоровый путь, если он им нужен? Я бы посчитала своим достоинством сказать, без этого невозможно жить. Будете оставаться злыми, некрасивыми себе и окружающим, и считать всех вокруг себя неверными или виноватыми. Это наш исторический путь, он записан, я не злая. Я просто говорю откровенно, от Бога, мои знания, от ангелов-хранителей, которые со мной сейчас стоят, и Ванга, все святые. Это код на жизнь у нас. У нас украли Бога, у нас не было выхода, нам пришлось уехать из своей любимой родины. Нам пришлось присоединиться к этой стране, и мы никогда не открылись. Те люди все равно имеют сердца, они все равно имеют душу, они имеют смысл, нет. То есть, я буду помогать им найти смысл. Это дело легко, давно и порядочно. Я практикую этот метод уже шесть лет. Я не открывалась широко, я шла на тех, которые хотели, и они находили меня сами. Но это первый раз, исторический момент, когда я предлагаю это всеобщее, и буду относиться к этому грамотно. Как же грамотно? Я буду откровенно говорить Богу. Будет советовать, что же этому человеку полезно делать. Не категорически, не то, как они хотят, полезно делать. Понятно. Элла, скажите, ну, я не сомневаюсь о том, что люди, которые будут слушать наши программы, которые сейчас слушают и будут слушать записи на YouTube, на Facebook, кстати, все программы у нас записываются, и ваши программы с вами, они всегда вызывают какой-то интерес, интерес, необычный интерес, потому что то, что вы говорите, оно как бы не принято в нашем, что ли, мире, и оно как бы может быть непонятно. Я ответственна. Ответственность – это такая, так сказать, хотите сказать, вещь, которая непонятна, может быть, многим, но люди тянутся почему. Да в каждом сидит человек, чего скрывать. Каждый все-таки хочет, но боится. Боятся откровенно. Да, 16-й год – это год ответственных действий. У Бога не считается их стремление, которое очень тихое. Дидз. Бог говорит, когда я читаю программу Spiritual DNA, дидз – that's what matters. Это то, что Бог разрешает им знать, тем, которые откровенные и желающие себе помочь людям, некоторые скрытые души. Вы знаете, до сих пор, когда мы с вами ввели программы, я всегда называл номер телефона студии, мой номер телефона. Ну, пришла пора, наверное, все-таки, чтобы люди, может быть, звонили вам напрямую, а не в Сангейтс. С удовольствием. Или не мне. С удовольствием. Может быть, вы озвучите тогда номер телефона, по которому можно у вас задать вопрос? Ошибкой это не будет. 602-571-0239. У меня иногородний номер, но я живу в Чикаго. 602-571-0239. Для чего? Для тех, которые желают не просто поговорить, которым необходимо быть себе близкими, я уже не говорю верными, которых жизнь тревожит, у которых есть мнение о том, что не все правильно идет. Очень часто люди говорят, так интересно, я не закрою, наверное, никому рот, когда люди говорят, Бог говорит сначала, поговорят тихих. Есть тихие, что ж такое тихие? Они говорят, а у меня все нормально. Они в преддверии чего-то. У многих будут перемены. Они в преддверии они. Каждые 15 лет меняется путь. Это непременно, это необходимо. Каждые 15 лет они или находят, или теряют еще глубже себя. На поверхность им очень тяжело выйти. Это тревога у людей только потому, что они зашли туда, где они не должны находиться. Они не живут на поверхности, на глади своей жизни. Тех гладить нельзя по головке. Мне нужно откровенно говорить, чтобы они сразу, 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 пять шажков, и они поднялись на правильный путь. Я владею квантовым ключом, который разрешает мне это делать. Я одна в мире. Элла, разрешите, я повторю ваш номер телефона. Дорогие друзья, если вы хотите задать свой вопрос Элле, узнать, когда начинается занятие, то вы звоните по телефону 602-571-0239. Это прямой телефон Эллы. Если вы все же хотите поговорить, как-то, и задать свой вопрос в центре Сангейт, то это 847-226-9956. Вы можете также задать свой вопрос по скайпу. Это Сангейтс, солнечный оборот, на конце буква Сангейтс, 1-08. Элла, ну, мы можем сказать, что у нас начинается занятие, когда, в каком месяце, и как часто это будет занятие проходить? Что предложено Богом? Я откровенно только могу говорить. Я имею право только-только на сугубо откровенное отношение ко всему этому. Предложена программа Такоба. Раскрывать тайны нет смысла, нужно становиться здоровыми. Тайны я бы не открывала бы людям, а просто практически показывала, насколько легко можно найти спокойствие, покой и радость. Это то, что людям необходимо на сегодняшний день. У меня это автоматом уже выработано. Радость людям нужна. Клуб здоровья, вот то, что родители называют, мать, отец, родители наши. С древних веков люди всегда собирались. Сегодня компьютеры нас зовут. Что же сборы бы эти давали? Во-первых, это непременно отношение к себе. Я должен и обязан, я себе полезен, должен быть. Нужно собираться на встречи. Бог просит буквально минимальное вложение, капиталное вложение на все на это для людей. Минимальное. У нас разговор с Богом на эту тему уже полтора месяца. То есть раз в месяц. Во-первых, вы будете видны Богу. Если вы определитесь на почту, я себе буду позволять помогать себе. И не критически относиться ко всему, что происходит. Просто любовно. Любовно к себе. Для чего вы живете на этом свете, если не любить себя? Я уже не говорю о ближнем. Зачем разлуки нужны? Зачем травмы в жизни? За минимальную сумму придите и начните себя любить. Как? Методически оно будет происходить. Что в Бога планы входит? Это поездки. Вплоть до... Я видела Майами. Я видела... Здесь пару озер есть. Каждый раз менять. Не место встречи. В эту программу будет входить такие, как бы, типа ретритов, да? Поездки. Полмесячные встречи и кто как захочет. Когда уже разрастется эта программа, то, может быть, это будет более часто. Почему? Одна группа на это решили пойти. Они определят себя. Люди у нас умные. Они просто недоверчивые. Но они сидят в какой-то домашней коме у себя. Хорошее выражение. Домашняя кома. Сан-Гейтс радушное времяпрепровождение. Я считаю своим долгом сказать, что это было бы правильным. Здесь большого искусства не надо. Я буду вести. Я буду вести. Я стою возле Бога. Если кому-то нужна моя электрокардиограмма, где написано, что Бог возле меня стоит, я покажу ее. У меня есть все данные. Мы с Богом готовились на этот путь. Я все время хотела убежать с этого пути. Я буду, честно говоря, потому что люди наши крепко, тяжело, ненамеренные. Это непредставительно. Это глупо и непредпринимчиво. А потом спрашивают, почему. Когда они уже прибегают ко мне, действительно их в жизни сколотила в какой-то позорный сундук, так они уже все. А уже Бог не хочет. Уже этому человеку нужно дожить эту сумасшедшую свою жизнь. И потом их разворачивать. И меня найдут на другом круге уже. Когда у них закрутится, это уже в более сильную сторону добрую. Элла, вы знаете, у нас время нашей программы подходит к концу. Мне хотелось бы вам задать один такой вопрос, достаточно сложный и философский, наверное. Но как вы сможет на него ответить? А почему, вот скажите, нам все-таки так сложно жить? Мы не хотим хорошо. Мы не хотим хорошо. Почему, может быть, хотим? Кто-то хочет, но не получается. Не получается, потому что мы с того конца хотим. Есть два хотим. Знаете, как говорил Жванецкий, когда не очень хочешь, то не очень не получаешь. Ты ничего не получишь. Есть два хотим. Мы с папой говорили, на хотим тоже. На одну хотим, они уже стоят. На хорошо хотим, есть намерения, о которых мы только что говорили. Хорошо стоять тоже нужно, как в Одессе говорили грузины. На привозе. Мы хорошо стоим. Так что, пожалуйста, разгружайте свои нервы. Принцип какой? Любовь существует в мире. Я обожаю, обожаю мой путь. Я обожаю. Я обожаю. Мои родственники все здоровы. Меня, я служу народу. Мне лучше, мне неблаженно. Мне абсолютно неблаженно. Я сняла стетоскоп и начала другой путь. Я слава Богу. Слава Богу. Естественно, у меня мама... Окей. Кто-то спросил, Бог меня просит, спросить у людей, почему... Окей. Многие... Окей, я расскажу правду. Я не ходила к Богу по одной причине. Я не хотела услышать, почему 6 миллионов евреев погибли. Я боялась подойти к Богу, который не берег якобы души. Мне Бог объяснил, почему. Если кто-то хочет, я не буду на радио говорить, это принципиально. Если кто-то захочет, они не слышали себя. Они пошли не в ту сторону. То же самое, что мы сейчас предлагаем людям понять. Никто не слышит себя. У каждого маленький Гитлер сидит в голове сейчас. Наследие, которое мы получили за то, что мы не хотим. Те тоже не хотели. И кому не доверяли, слишком были доверчивы. Чему? Глупому началу своему. То, которое мало хочет. Это эго. Оно не бережет. Если вы спрашиваете своего эго на постоянной основе, думаете, вы умнее кого-то, я извиняюсь. То есть, полагаю так, исходя из такой известной всем поговорки, история себя повторяет. Если такое событие, как очень и очень печальное, как Холокост было, оно, возможно, еще раз будет? Не будет. Не будет. Не будет. А если люди будут? Не будет. Не будет. Я вам скажу, как исторический человек. Не будет. Для чего я громко сижу и кричу. Взывая каждой душой сегодня. Ну, тогда тем более, тем более, все-таки мы должны это все понимать. Но это очень интересный момент. Мне было бы самому интересно, в общем-то, послушать, как вы это объясняете. Ну, Бог говорит, но люди бьются. Скажите. Люди бьются, а биться некрасиво у Бога. У живых умов, у живых, не мертвых, которые сидят на черством начале своем и грызутся, они загрызают себя. Зачем им Гитлер? Они сами себе враг. Бог хочет прелести у человека. Бог хочет разума. В первую очередь разума. В наших русскоговорящих нету разума на самом деле. И у меня не было достаточно. Но меня любили сверху. У Бога была цель превратить меня в ту настоящую еврейку, в которой есть смысл. Но. Но. В данный момент всем позволено. В данный момент всем позволено. Разрешите себя. Просто разрешите себя. Подумайте. Встаньте на правильный путь. Я взываю к вам. Где ваш разум? Элла, хорошо. Большое вам спасибо. Все-таки мы можем, ну так примерно, обозначить первый наш такой, что ли, класс или первую такую встречу именно в направлении клуба или здоровья, или вот направление путь к здоровью. Ну. В каком месяце это будет? В этом месяце это будет? Бог просит не делать слишком много лекций, слишком умных сидят здесь и будут задавать коварные вопросы. Да, ну вы говорили, один раз в месяц пока достаточно. Они нуждаются в здоровье в первую очередь, которые недостаточно умные и глупые тем, что они принимают горст. Они лечат себя своим нездоровым умом. Им нужно повернуться. Повернуться необходимо. Это бессмысленно продолжать вот то, что вы творяете. Нужно стать на правильный путь. Цельного здоровья, цельного отношения к себе, цельного правильного отношения. Можно добиться только, если вы регулярно приходите на встречи. На этих встречах будет, Господь, Бог присутствует. Зачем много говорить? Бог будет влиять на каждую душу. Будет давать этой каждой душе абсолютно все. Зачем, грубо говорить? У лекций есть, пару лекций. На 20 марта назначена встреча. На 17 апреля код жизни, на 20 марта. Помогите мне, Миша, не помню, какая встреча. Да, но это надо посмотреть. У вас это все написано. Да. И это будет где-то, да, в середине марта. То есть, 14 марта, мне казалось, нет? 20 марта. 20 марта, да. То есть, вот такая, дорогие друзья, первая встреча с Элой Арбит состоится у нас в центре Шангельса. А, я вспомнила, Бог мне сейчас надо думать. Квантовые часы. Квантовые часы и код жизни. Квантовые часы будут... Это очень сильная информация. Это квантовая физика. И исторически говоря, как жить в этом плане. Это очень сильная информация. Там просто дают... Там не берегут здоровье. Там для другого качества людей. Для здоровых. Это... Папа говорит, больше для здоровых. И как влиять на свою жизнь. Это не свято к здоровью. Клуб здоровья – это методическая встреча на постоянном уровне, где ботанический сад будут встречи в ботаническом садном озере. В Круз можно поехать в Круз можно поехать в Майами. Предлагайте. Предлагайте. Мы откроем эти двери. Мы откроем сознание. Мы создадим что-то вместе. Предлагайте. Давайте не забегать вперед. Давайте уже регулярно. И по принципу, если какая-то душа требует помощи, пожалуйста, я открою свое сердце. Пусть Бог вас бережет. Я с удовольствием это буду делать, с большим удовольствием. Здесь есть место, где мне... Я с удовольствием пришла сюда. Пожалуйста, звоните мне напрямую. Я уверена, что мы сможем договориться о дне и часе и оплате. Хорошо. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Вот напоследок буквально я объявлю еще раз. Напомню номер телефона Элла Арбит. Это 602-571-02-39. Еще раз. 602-571-02-39. Ну, и если вы хотите поговорить с Эллой, пожалуйста, звоните по этому номеру телефона. Если же вы хотите задать вопрос мне или назначить appointment, то это по телефону 847-226-9956. Ну, и, Элла, большое вам спасибо. Как всегда, было очень интересно. И я не сомневаюсь о том, что мы продолжим, во-первых, эти программы, поскольку у нас обычно очень образованные наши радиослушатели, они задают вопросы. И это нормально. Так что мы будем продолжать вопросы. Ну, а на сегодня спасибо еще раз вам и до новых встреч. Спасибо вам и, дорогие души, станьте теплее. Спасибо. 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 Спасибо.